В Аргентине танцевальным клубом Сто лет Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского Премия «Успешные люди России. Патриот» прошла накануне в Доме правительства Москвы А теперь подробнее об этих и других новостях Теперь культура Аргентины стала намного ближе России В южноамериканской стране начали открываться танцевальные клубы, которые носят имена русских писателей Эти места были основаны выходцами из России и названы в честь Николая Островского, Владимира Маяковского, Александра Пушкина, Виссариона Белинского и других известных авторов Подробности в следующем сюжете В Аргентине существует около 10 танцевальных клубов, которые носят имена русских деятелей Некоторые из этих площадок были открыты несколько десятилетий назад, а некоторые не так давно Эти заведения – центр общения русских семей Здесь танцуют, слушают музыку и общаются Культура России и культура Аргентины связаны друг с другом уже на протяжении многих лет И пока в Аргентине открываются русские танцевальные клубы, в России увеличивается число желающих научиться аргентинскому танго Я пришла в первую очередь потому, что мне нравилась музыка И представления о танго у меня были как большинство фильмов, там, с розой в зубах То есть я даже примерно не представляла, что это такое на самом деле Танго покрывает несколько основных потребностей людей То есть здесь много психологии, здесь много эмоций, здесь много музыки И в том числе и физической активности То есть это просто какой-то такой сгусток положительных вещей, которые очень хорошо влияют на людей Ирина занимается у Диего Аресага, первого аргентинского преподавателя танго в России Который приехал сюда в конце 90-х годов прошлого столетия Вот уже более 20 лет Диего преподает своим русским ученикам На протяжении этого времени они с женой, с которой, кстати, познакомились в России, жили и преподавали на две страны Однако за последние несколько лет обосновали здесь Танго — это не просто танец В нем содержится целый культурный пласт В танго очень много поэзии, и аргентинцы понимают, о чем поется в этом танго В России же ученикам приходится объяснять, что в танго есть целая история, которая должна быть выражена в танце Русские очень хорошие, очень прилежные, дисциплинированные ученики И постепенно они научаются интерпретировать, что же такое аргентинское танго В последние годы аргентинское танго стало очень популярным среди жителей России И начинающие танцоры переросли в профессионалов своего дела Танцоры танго профессиональные сейчас очень это дело развиваем, показываем Мы выступаем на разных телешоу по телевизору, естественно, соцсети развиваем И поэтому люди видят красивый танец, и они хотят Танго — это не только танец страсти, это сектор чувств и эмоций Поэтому каждый танцор, даже начинающий, сможет раскрыться в нем с разных сторон И еще одна новость из-за рубежа Система видеонаблюдения посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа Гость хотел остаться незамеченным, однако это ему не удалось Начало театрального сезона Осенью легендарному театру Маяковского исполняется 100 лет За вековую историю на сцене было показано более 350 спектаклей, которые увидели миллионы зрителей На открытии юбилейного сезона побывала моя коллега Екатерина Матвеева В этом году Московскому академическому театру имени Владимира Маяковского исполняется 100 лет Бережно храня в памяти постановки прошлого, первые 10 дней юбилейного сезона В театре решили посвятить спектаклям из текущего репертуара, которые были высоко отмечены и уже успели полюбиться зрителям Открыть юбилейный сезон выпала честь спектаклю по пьесе Мольера «Школа жен» Эта постановка стала одним из самых громких событий позапрошлого сезона И подтверждением этому является признание профессионального сообщества и шесть номинаций на премию «Золотая маска» У каждого театра есть своя магия, несомненно И с какой-то магией вы совпадаете, а с какой-то нет И с магией театра Маяковского я совпала полностью Это абсолютно мой театр Я считаю, что люди, которые работают здесь, они обладают высочайшей категорией На протяжении века здесь дарят эмоции И в честь юбилея руководство театра посчитало, что зрителям нужно дать возможность поделиться этими эмоциями со своими близкими Теперь в новом театральном сезоне зрители Маяковки смогут бесплатно отправить открытку в любую точку нашей страны Не покидая стен театра Все открытки эксклюзивны Театр и Почта России выпустили их специально к столетнему юбилею Я отправила открытку одной близкой подруге в Астрахань, другую открытку своей маме домой Это очень неожиданно, что тут раздают такие открытки Очень приятно Вообще невероятно На самом деле очень классно, что так устроили Каждый театральный сезон начинается со сбора труппы Свой юбилейный сезон театр Маяковского встречает с обновленной командой В мае художественным руководителем был назначен Егор Перегулов А директором в июле этого года Екатерина Лапшина По традиции на встрече труппы коллеги поздравляют всех сотрудников Которые в этом году отмечают свой юбилей работы В театре На этот раз поздравления прозвучали от самых молодых маяковцев Которые пополнили труппу театра в прошлом сезоне Над рекою на рассвете вышел Юрий в огород Розы, астры и малина ходят в клумбе в горовод Репа, речка, баклажаны на земле растут они Точно так же, как и роли расцветают, зацени Кабачки, баклажаны на земле и прозвучали от самых молодых маяковцев Посвященную 100-летию А пока мы можем поздравить всех маяковцев с началом юбилейного сезона Екатерина Матвеева, специально для телерадиокомпании «Русский мир» Накануне, в день государственного флага России, в Доме правительства Москвы Прошла презентация всероссийского проекта Книги «Герои нашей Родины. Путь патриотов» В которой собрана ценная информация о выдающихся людях нашей страны Подробности далее В Доме правительства Москвы прошла презентация всероссийского проекта Книги «Герои нашей Родины. Путь патриотов» Как номинато седьмой премии «Успешные люди России. Патриот» проект направлен на сохранение общероссийских ценностей. Книга призвана сохранить и узаковечить память о лучших людях нашей страны, в том числе о героях современной России, и будет издаваться системно в новых редакциях. Эта энциклопедия будет выходить системно, она будет выходить каждый месяц о героях нашей Родины. Это и спортсмены, это и герои труда, это и герои-подводники. Акцент взял на преемственность поколений. Действительно, у нас молодежь, студенты будут брать интервью у героев, а затем это будут живые встречи. Без прошлого нет будущего. И наша задача – это действительно не только создать эту, написать энциклопедию, но и чтобы подрастающее поколение, был живой разговор между героями и будущим нашим поколением. Читая истории о великих людях, дети и подростки зачастую представляют себя на их месте. Патриотизм, любовь к Родине, преданность своему Отечеству – все эти качества воспитываются лучше всего на личных примерах героев. Книга выйдет в свет осенью этого года с надеждой на успешную реализацию. В Мурманской области прошел фестиваль искусств «Табуретка». На протяжении двух недель участники и гости фестиваля могли попробовать себя в творческих профессиях и интересно провести время всей семьей. О том, чем посетителей впечатлил праздник, узнаем из следующего сюжета. В городе Манчегорске Мурманской области прошел фестиваль искусств под названием «Табуретка». В программе были представлены кинолаборатория, школа стендапа и индустриальный пленэр. А завершился фестиваль концертом в парке имени Бровцева и в Манчегорском городском центре культуры. Фестиваль начинался как поэтический фестиваль. Люди хотели раз в год выступать на табуретке. Потом они хотели выступать на табуретке, читать стихи, какие-то свои произведения. И появился литературный фестиваль. Там выступали самые, приезжали, кто-то читал свои тексты, кто-то чужие. И за литературу потянулся театр. Театр привлек кино, дальше появилась живопись. И так стали появляться разные виды искусства. И в этом году у нас было два года пандемии, чтобы подготовиться основательно. И нам захотелось сделать фестиваль искусств, чтобы здесь было много всего разного, самые разнообразные форматы. Организаторам фестиваля прежде всего хотелось, чтобы участники обучались и создавали творческие проекты, которые в дальнейшем могли масштабироваться. Чтобы появлялись в том числе и стендап-комики. Для этого в рамках фестиваля и была открыта школа стендапа, а также новые имена в мире кино. Для этого организаторы создали кинолабораторию. Ну, по возможности расскажут зрители, что такое профессия, что такое кино, как оно делается. Здесь я в рамках фестиваля «Табуретка» преподаю в школе стендапа. Я послушал идею, что в этом году они хотят немножко изменить формат. И как бы не только чистое писательское искусство, но и смежные такие стендапы. Это смежное искусство писательское и артистичное. И я с удовольствием подумал, что будет интересно здесь поучаствовать. Для гостей и участников фестиваля работали творческие лаборатории, проводились мастер-классы и лекции, действовали спортивные площадки с различными играми, а также зал виртуальной реальности. Жители Мончегорска смогли полноценно окунуться в атмосферу творчества, праздника и зарядиться положительными эмоциями на долгое время. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране-городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания!